Добрый день, ребята! Меня зовут Вера и я рада всех приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поговорить, как именно я выращиваю пекинскую капусту. Я уже говорила неоднократно, что я все люблю выращивать через рассаду. Выращиваю я ее в стаканчиках, в теплице, под спанбонжем. Она у меня прекрасно, просто прекрасно переносит пересадку. Как вы видите, замечательно себя чувствует. Но самое главное, о чем бы я хотела сегодня с вами поговорить, как нам защитить нашу рассаду от таких вредителей, как слизни, медведка, ну и, конечно же, крестоцветная обложка, которые вот нам, наш урожай, мы должны спасать от них. Прежде всего я в лунку ложу яичную шкарлупу. Это вот прежде, ну я не знаю, я всегда все ложу яичную, везде и всюду ложу яичную шкарлупу. Она меня спасает, выручает и помогает. В то же время я ложу по кругу опилочки, смоченные в дегте. Это тоже прекрасное средство, которое нам поможет от медведки. В комплексе яичная шкарлупа и опилки с дегтем замечательно, просто бомбическое средство от этой медведки, которая нам, ну, докучает и не дает нам жить. Также можно положить, ребята, изолу. Это тоже спасает от вредителей и в то же время является питанием и идет как раскислитель нашей почвы. Достаточно всего одной столовой ложечки вот посыпать, уже посадили, да, и вот посыпали этой, ой, напоросятничала, этой, золой. Вот, в то же время от крестоцветной бложки вы можете опудривать листья золой, табачной пылью, табазолом, а также можно поливать слабым-слабым раствором нашатырного спирта. Берем одну всего столовую ложку, можете вот аптечный нашатырный спирт, можете, ребята, сейчас везде и всюду продается нашатырный спирт. Вот одной ложечки нам хватит на 10 литров воды. Не надо много, не усердствуйте насчет вот нашатырного спирта, так как пекинская капуста, ребята, она сильно накапливает нитраты. И чтобы у нас не было нитратов пекинской капусты, достаточно взять дозу всего, небольшую, одну столовую ложечку на 10 литров воды. Этого запаха будет вот аптечный, он вообще, ребята, вот я пробовала аптечный и в экспрессе брала нашатырный. Вот такой вот аптечный, вот именно такой бутылек большой, самый бомбический. У него запах офигеть какой, он правда вот именно нашатырный спирт, мне больше нравится вот аптечный. Поэтому нам здесь хватает всего одной столовой ложечки на 10 литров воды. И, как говорится, запаха будет достаточно, чтобы отпугнуть всех вредителей. Конечно же, в первую очередь, крестоцветную эту бложку. Ну, и на других вредителей, запах, что слизни не любят, поливаем мы по листикам. То есть, хорошо вот в пасмурную погоду, сейчас дожди у нас идут, можно вот как раз сам о том можно поливать нашатырным спиртом. Ну, а так вечером, да. Замечательно помогает и от капустной моли. Так что, ребята, надеюсь, мои советы помогут нам защитить нашу капусту от вредителей. Вот, как я говорю, взяли. Видите, у меня здесь боюсь. Вот так вот. Сейчас я все. Вы можете поливать все растения нашатырным спиртом. Замечательное средство. И вот везде по периметру проливайте, не будет этих поганых муравьев тоже. Они тоже не любят этот запах. Закрыли тепличку, особенно вот вечером хорошо. И как раз им пускай нюхают нашатырный спирт. Ну, вот, мои хорошие. Надеюсь, мой такой совет вам поможет защитить капусту от вредителей. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока, мои хорошие.